Резиновый автобус это мечта дачников. Но пока такого нововведения в нашей жизни нет, пассажирам приходится штурмом брать пригородные маршрутки. В эти выходные наш корреспондент Полина Кольц сама решила себя почувствовать дачником и прокатиться на таком автобусе. А компанию ей составил министр транспорта лично. Совещание он решил провести прямо в переполненной маршрутке. Кто от этого пострадал и как изменится ситуация для пассажиров? Обо всем по порядку в сюжете далее. 9 утра выходного дня, а на остановке толпа людей как в час пик. Их дачный 136 маршрут подойдет только через полчаса, но пассажиру уже его ждут. У Капитолина Алексеевны дача на остановке развилка. И единственный способ добраться до своего огорода это автобус. Но порой его приходится ждать по 2-3 часа. Он очень удобный. Если он когда ходит, постоянно, вот как по расписанию 4 автобуса, то тогда нормально мы ездим. А так вот сейчас народу будет полно. Садится будет с битвой. За лето от пассажиров поступила масса подобных жалоб. В этот раз, как ходит дачный маршрут, министр транспорта решил проверить лично. С собой берет и перевозчиков. Автобус едет до поселка Геолго. В городе собирает дачников практически со всех остановок маршрута. Наш 136 маршрут едет всего 7 минут. Стартовал с ЖД вокзала. Сделал три остановки и автобус наполняется. Сейчас еще парочка остановок и здесь будет совсем уже не повернуться. И действительно, через несколько минут автобус полон пенсионеров. Наш оператор даже камеру разворачивает с трудом. Но пассажиры, узнав, что вместе с ними едет министр транспорта, начинают наперебой жаловаться. И рассказывать, как непросто этим летом стало ездить 136 маршрутом. Основная проблема – это техническое состояние автобусов. Стоит одной машине сломаться, как все расписание срывается. Дачники по несколько часов ждут транспорта, да и потом не могут в него залезть. Сергей Еремин о проблеме уже знает. Именно поэтому недавно сменил весь руководящий состав предприятия-перевозчика. Как в армии должно быть? Ну вот автобус должен, по моему мнению, как минимум это начинается с порядка, чтобы он подходил по расписанию. Люди должны посмотреть, автобус подошел, значит полдесятого. Вот это надо хотя бы с этого, с элементарного вообще, с вещей начинать. Чтобы полностью решить проблему маршрута, в ближайшее время специально выделят резервный автобус. В случае поломки основной машины он сразу будет выходить на линию и не заставит людей ждать. А если в работе пригородных маршрутов вновь будут нарушения, то пассажиры сразу могут пожаловаться по телефону горячей линии Министерства транспорта. 8 800 775 75 24. Пальноколь, Павел Патрилистин, СС Прима, Новости. Палькоп СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Палькоп СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА